Доброе время суток. Поставьте плюсики, как вы меня слышите. Отлично. Спасибо за обратную связь. С вами сегодня Лилия Донскова. И у нас с вами четвертое занятие бизнес-школы «Успешный старт». А для кого-то первое, для кого-то третье. Неважно, главное, что вы пришли на обучение, пришли вложить в себя знания новые. Тема сегодняшнего занятия о шведском бренде «Арифлейм» и почему люди в 62 странах мира предпочитают эту продукцию. Ребята, и пока еще пару минуток собираются люди, напишите, пожалуйста, в чате, какие у вас вопросы есть по первым урокам. Ну и поделитесь, делайте обратную связь, что вам особенно понравилось, может быть, что-то зацепило. Если меня слышит Наташа Григорьева, Сережу, пожалуйста, забери от компьютера, а то он хулиганит. Пишем, ребята, обратную связь, что вам особенно уже понравилось. Да, может быть, какие-то знания для вас были совершенно новые, и вы в восторге. Поделитесь позитивом. Мы начинаем всегда наши школы, планерки, презентации с позитива. Делимся только хорошим. Ну а если что-то непонятно, то пишите вопросы, что не поняли. У нас есть возможность разобраться здесь и сейчас. Кстати, заметила, что школу стали более активно выполнять задания, но вот вопросов вообще никто не задает. Ребята, будьте любопытными, настойчивыми и старайтесь из каждого спикера выкачать максимальной информации много, чтобы уйти, знаете, как в загруженном. Есть такой прием, очень хороший, сейчас вам, пока вы пишете, я его расскажу. Да, нужно пройти, Катариночка, потому что школа немножечко другая у нас. Смотрите, как можно сделать более эффективным свое посещение семинаров. Вы, например, получаете тему, что сегодня будет семинар, например, да, вот в три часа подсознание может все. И прежде чем туда идти, вы должны взять тетрадку и написать себе на тетрадке, зачем мне этот семинар, что я хочу оттуда взять, да, какие ценности я хочу там получить или какие вопросы решить. Например, сейчас у нас тема о шведском бренде Арифлейм, да, про продукцию, о самой компании. Зачем мне этот семинар, что я хочу узнать. Ну, например, если бы я пришла бы, да, на такой семинар впервые, то мне было бы интересно, во-первых, все. Да, почему такая дешевая продукция, например. Да, действительно ли она такая эффективная, а какие есть примеры, да, результатов. Я бы хотела, да, я бы задавала спикеру разные вопросы, например, а чем компания Арифлейм выделяется из всех других компаний, что в ней такого хорошего. То есть вы, прежде чем начать семинар, вы должны к нему лично подготовиться, то есть прийти уже с настроем и, да, вот думать, а что я хочу отсюда взять. Тогда, естественно, у вас будет куча вопросов, у вас будет огромная проработка знаний. И, соответственно, результат, что вы не просто, да, придете, как пришли пустые, так ушли пустые. Вы придете, да, уже с открытой чашей, пустой, а уйдете с наполненной столько, сколько вам нужно. Что такое чек-лист? Отвечаю на этот вопрос. Смотри, это, в принципе, такая штучка, помощник, куда новичок собирает все ссылки, чтобы не потерять. Потому что мы, когда начинаем потом с новичком работать, я, например, говорю, покажи свой блог. И новичок начинает хаотично искать, а где же мой блог, а как его найти быстро. Да, интернет подвисает иногда бывает. А это он открывает табличку, я говорю, блог, он, тын, ссылку мне на блог. Я говорю, твой канал YouTube, тык, ссылку открыл, вот мой канал YouTube. Покажи мне вот это, тык, показал. Понимаешь, для чего он нужен? Чтобы вы в одно место собрали все нужные ссылочки. Конечно, если у вас уже есть какой-то свой опыт, вы можете их собрать там, где вам удобно. Если нет, то используйте вот эту, да, очень удобная вещь, чтобы все было под рукой. У меня, например, такой есть, я туда все собираю себе нужное и полезное. Если мне что-то надо, я просто в поисковик нажимаю, Ctrl F, и через поиск там набираю. Например, мне нужны все ссылки по бизнес-школе. Я ввожу бизнес-школу, и у меня открывается все. Там слайды, записи уроков, блог, который, да, вот именно ведет на эту ссылку, пароли. Да, очень удобно, то есть вы там сохраняете все-все-все под рукой. Тем более, что этот документ доступен только вам, никто его не видит, не слышит, и это нужно использовать. Так, ну что, спасибо всем, кто написал. Да, новый угол зрения на информацию мне понравилось, Света написала. Телефон менеджера, да, напишите все контакты ваших менеджеров. Да, я привела пример, что телефон, вы можете ссылка на страничку своих менеджеров, чтобы потом, если вы вдруг потерялись, например, у вас заблокировали все странички, вы потеряли контакты, вы заходите в Google Диск, и вот у вас никто не отнимет, правильно? Открываете, а там у вас ссылки ваших директоров, менеджеров, коллег по работе. Так, ну что, приступаем, ребята. Тема у нас сегодня очень интересная и достаточно большая. У нас будет три видеоролика к просмотру. Итак, приступим. Первое, да, вообще вот интересное слово «Орифлейм». А кто знает, как оно переводится? Новички, кто старенький уже были на школе, не пишите. Орифлейм, ведь интересно, да, вы работаете в компании. Например, да, вот человек бы пришел в какую-то организацию, а что значит это название, а для чего? Вы себе задаете такой вопрос. А что такое Орифлейм? На самом деле, это вообще очень легенда, это «Золотое пламя» переводится название. И это взято из легенды французской. Вы можете в интернете найти, у меня даже в ленте на моей личной страничке есть эта история. Еще потрясающая легенда, как это «Золотое пламя» привело к победе французов. Вообще очень круто. Запишите себе, чтобы знали, потому что это действительно очень красивое огненное название, которое зажигает сердца. Откуда вообще ноги растут у компании «Орифлейм»? 1967 год. Ребят, сколько лет компании? Сейчас 49. Ребят, а вам сколько лет? Напишите в чате. Мне 42, да, а компании 49. То есть компания старше меня на 7 лет. Я балдею просто. То есть меня еще не было, а компания «Орифлейм» уже была. Смотрите, ребят, вы еще, даже у вас в проекте не было, а «Орифлейм» уже был. Скажите, это круто. Вот, у Ларисы, да, почти совпадает возраст компании «Орифлейм». Представляете? То есть компания «Орифлейм» за почти 50 лет своей деятельности взяла такой размах, такой оборот, что она сейчас на сегодняшний момент работает уже более чем в 60 странах мира. То есть, по-моему, 66 уже открыто. Вот, Китай открыли года два назад одно из самых огромных, да, достижений компании. Смотрите, кто организаторы компании? Мужчины. Мужчины, которые мечтали открыть компанию, которая будет осуществлять мечты людей. Представляете? Их цель была производить натуральную продукцию, такую, которой нет ни у кого. И если вы посмотрите назад в историю, 67-й год, это был химический бум. Химический бум, то есть, когда, наоборот, уходили от натуральности и старались, наоборот, все синтезировать, все делать такое, знаете, на аппаратиках, чтобы, да, кричали на каждом углу, что век синтетики, что ли, его называли. Ари Флейм сказал, нет, да, ну, это шведы, конечно, им вообще свойственно все натуральное, и вообще у них образ жизни потрясающе интересный. Я сама была в Швеции в 13-м, по-моему, году, в Стокгольме. И когда я увидела эту страну, конечно, я пришла в такой восторг, я оттуда приехала совсем другая, да, я поняла, что шведы – это люди как будто с другой планеты. Вот их отношения к природе, к людям, к человечеству, к отношениям. У них огромные семьи, минимум три ребенка в семье. Я обычно видела колясочки, и там четверо-пятеро деток, там такие коляски интересные, они многоэтажные. Есть ступеньки, где стоит маленький ребеночек, если он уже ходит, он может подойти, встать сзади на приступочку, а мамы за ручку катят остальных малышей. Конечно, это необыкновенная страна. И вы знаете, у этих мужчин, это Роберт и Йонас Афьокники, они вот поставили себе цель, и они ее достигли. Сейчас этой компанией управляет вся их огромнейшая семья – дети, внуки, подрастают правнуки. Сами они уже взрослые, да, но им под 80 лет. Но тем не менее, они очень активно путешествуют по стране. Они всегда на конференциях присутствуют, или один, или вместе. Мне повезло, что в Швеции я их видела двоих, и выходила на сцену вся их семья. Ребята, вы знаете, зал рыдал просто от счастья, наверное, от восторга. То есть, если вы понимаете, что это семейный бизнес, значит, его не обанкротятся, его не продадут, его не сдадут в аренду. То есть, это целая огромная семья, целая династия управляет бизнесом. Поэтому мы с вами можем спать спокойно. Вот, в принципе, на этом слайде можно все рассказать, всю историю о Reflame, и было бы достаточно. Но мы пойдем еще дальше с вами. Что-то еще хотела сказать интересное. Да, кстати, компания Reflame – это компания закрытого цикла. Что вот все полностью, начиная от разработки продукции, то есть, это ученые разрабатывают, производство, доставка до нас с вами – это закрытый цикл. Компания никому никогда не доверяла такие вещи. Они вроде бы кажутся элементарные, но компания сказала – нет, если мы что-то изменим, то может вклиниться подделка. Да, может какой-то шустренький предприниматель наштамповать такой продукции и продавать ее в магазине. Именно так и случилось, когда компания пришла в Россию. Она сначала выставила продукцию в магазинах, может быть, кто-то помнит. Я тогда была еще, только-только приехала в Саратов жить, совсем была юная. Когда я увидела продукцию Reflame, вы знаете, я перед витриной стояла вообще очень долго. Меня восхитили эти флакончики. Конечно, я тогда еще не предполагала, что я свяжу свою жизнь с Reflame через много лет. Но вот эти воспоминания, они очень яркие. Я увидела такие цвета лаков, какие я никогда не видела раньше. То есть это было что-то необыкновенное. Так вот, смотрите, ребята, у компании есть цель, да, видение – стать компанией номер один прямых продаж в мире, исполнять мечты людей. И ценности компании – это единство, дух и страсть. То есть, да, компания очень высокоэтичная. 20 лет Reflame в России в этом году исполнялась. 20 лет юбилей. Какая проблема сейчас стоит, да, очень глобальная, ребята, в мире вообще, особенно в России, то, что идут подделки. Вообще вот просто в любом магазине, в какой бы вы ни зашли, даже такие крутые магазины, как L'Etoile или DeBate, да, вроде бы брендовые магазины, ребята, даже туда умудрились наши шустрые предприниматели зайти со своими подделками. К сожалению, просто реально, к огромному сожалению, потому что очень много хорошей продукции в мире есть. Но, но умудряются подделывать и бороться с этим практически невозможно. И давайте с вами сейчас посмотрим видео, как, да, как можно сделать, да, как можно увидеть подделки, как их делают, какие фирмы подделывают, чтобы вы были в курсе. И после этого ролика я от вас жду обратной связи. Как пойдет видео, поставьте восклицательные знаки. На территории оборонного предприятия в столичном микрорайоне Тушино нелегальные парфюмеры выпускали около миллиона единиц поддельной продукции в месяц. В грязных ангарах на так называемом оборудовании выходцы из ближайшего зарубежья смешивали жидкое мыло с различными парфюмерными отушками, которые, как показала экспертиза, вызывают кожные заболевания. По предварительным подсчетам, только за год работы подпольный цех принес владельцам более трех миллионов долларов. По такому же принципу было организовано подпольное производство в одном из институтов Московской области. В его подвалах в жутких антисанитарных условиях несколько десятков нелегальных мигрантов занимались изготовлением парфюмерии, косметики и бытовой химии. Вот в этих грязных ведрах месили кремы для рук и лица. Духи туалетную воду с озвученным французским названием «Ляркансель», то есть «Радуга», разводили в канистрах и пластиковых бутылках, в которых до этого находился бытовой растворитель. А в одних и тех же бетономешалках готовили по очереди то жидкость для мытья унитазов, то детские шампуни, то пену для ванн. Специалисты, проведя экспертизу всей этой так называемой парфюмерно-косметической продукции, пришли в ужас. Такого количества микробов, смертельно опасных бактерий и грибков, шампунях и дезодорантов им еще никогда находить не приходилось. Все рабочие этого цеха задержаны, а организаторы подпольного производства объявлены в розыск. А вот эти духи, туалетная вода, тушь для ресниц и прочие товары пользовались особой популярностью у москвичек и на прилавках не залеживались. Цена невысокая, а сделана во Франции. Так указано на упаковках. На самом деле произведено все это в подмосковных люберцах в обычной квартире, в которой жили и трудились выходцы из Средней Азии. В паркетный лак они добавляли цветные чернила. Получался лак для ногтей. Гуталин плюс парфюмерная отушка и спир. Готово тушь для ресниц. Организовали производство трое иностранцев, граждане Саудовской Аравии, Сирии и Турции. Как установили оперативники, любилецким товаром не брезговали даже крупные столичные торговые сети, охотно принимая его на реализацию. Коммерческие связи иностранцев сейчас проверяет милиция. Так, как меня слышно, поставьте плюсики. Ужас. Да, я согласна. Ребята, напишите, пожалуйста, обратную связь. Что из ролика вам зацепило? Вы знаете, вот на самом деле вы будете часто встречаться с таким возражением. Да какая разница? Я в магазине могу все это купить. Вот именно поэтому мы вам сейчас показываем такие материалы, чтобы вы могли, во-первых, сами понимать разницу, чем Арифлейм отличается от продукции в магазине. И второе, чтобы вы могли своим близким донести эту информацию, чтобы, вы знаете, ребят, нам платят здесь за что деньги? За то, что мы помогаем людям увидеть другой мир, другие возможности и взгляд на продукцию меняем. Да, ребят, очень много, да, конечно, многие люди ведь живут ради того, чтобы просто заработать на чьем-то горе, да, в принципе. Им пофигу последствия, что с вами будет. В принципе, в Ютубе, на канале Ютуб очень много видео, вы можете их сами поискать, найти. Это записывают не Арифлейм, ребят, Арифлейм для этого дела нет. Это записывают независимые журналисты, да, которые вот копают им. Им не все равно, они ищут, где, да, плохо лежит, они на этом делают тоже как бы и карьеру свою. И они доносят для людей, что, ребят, очнитесь, посмотрите вокруг, что вы берете, чем вы пользуетесь. Давайте посмотрим, что же такое Арифлейм, да, и какая у него сильная сторона есть, да, у этой компании. Вы сейчас видите на слайде, это ученый Ален Мавон, очень известный человек в мире ученых, и не только. Вы можете посмотреть и в интернете много про него информации. Это человек, который является создателем инновационных продуктов, которые получили патенты. У компании Арифлейм сейчас уже около 30 личных патентов. Представляете, как круто? То есть это одна из немногих компаний, которая действительно ведет разработки. Вы знаете, на производство некоторых кремов уходят годы, ребят, годы уходят. Компания Арифлейм никогда за всю историю своего существования не тестировала продукции на животных, только на людях-добровольцах. Представляете, это тоже, я считаю, очень круто. 36 миллионов человек в год совершают заказы. То есть это говорит о размахе, о том, что людям нравится эта продукция. Если кто-то говорит, я не люблю Арифлейм, то, вы знаете, единственное, что хочется сказать, ну, а что ты знаешь вообще про Арифлейм? Как ты любишь, не любишь, чем ты пользовался, а что ты любишь еще? Вот у меня такой вопрос возникает. 9 из 10 продуктов, которые произвела компания Арифлейм, показывают лучшие результаты по сравнению с конкурентами. Ну, кто у нас конкурент? Ребята, на сегодняшний момент аналогичная компания, которая действительно достойна внимания, это Лореаль. Она является конкурентом компании Арифлейм. Но, опять же, в магазинах не все, да, не все есть фирменная Лореаль. Очень много также подделок. Поэтому тоже стоит задуматься. Если наша продукция показывает лучшие результаты, то зачем искать что-то в магазинах? Да, практически в магазинах ее нет. Я могу просто привести пример. У меня есть знакомая Галина Хрусталева, очень такая серьезная дама. У нее в Германии живут родственники. Они посылками присылают этот Лореаль. Да, ей очень нравится, она довольна. И как-то она мне показывает крем тональный. Говорит, вот смотри, закончился у меня тональный крем. Вот пошла, купила в магазине. У нас в детском мире как раз была отдела Лореаль. Вот ты посмотри, вот разница. Вот тут капельки остались. То, что мне из Германии прислали, то, что я купила. Упаковка одинаковая. Написано все одно и то же. Но крем совсем другой. Он вообще просто небо и земля. Вот вам конкретный пример. Ребята, у нас потрясающие помады. И каждая четвертая помада, это помада Арифлейм. В России, странах СНГ и Балтии. То есть, которые приобретают. А каждые 4 секунды кто-то покупает тушь 5 в 1. Поднимите руки, кто эту тушь пробовал. Поставьте плюсики. Ну, мальчики, конечно, нет. Но, а кто не пробовал минуса. Да, это одна из самых легендарных туши, которые мы вообще встречали. Потому что она уже несколько лет, порядка лет 6-7 занимает лидирующие позиции вообще в мире. Ее стоит попробовать хотя бы один раз. И вы влюбитесь раз и навсегда. Тушь необыкновенная. Какие она делает реснички длинные, пушистые. Мы просто пользоваться ей одно удовольствие. Компания Арифлейм является одним из соучредителем международного фонда, который основала королеву Швеции, благотворительного фонда. И каждый год миллионы долларов, миллионы евро передаются детям и молодым женщинам, которые нуждаются. Если вы заметили, то в каталоге есть такой значок на некоторых продуктах. Сверху вы его видите. Здесь люди держат за руки друг друга. Если вы видите этот значок, то продукцию, которую вы покупаете с этих страничек, все средства переводятся в детский фонд. То есть вы являетесь тоже участником благотворительности. Арифлейм продает больше ароматов, чем Шанель и Диор вместе взятые. И опять же, кто производит наши ароматы? Обратите внимание, это одни из самых известных в мире парфюмеры. Да, Фабрис Пелегрин, Моррис Руссель, Оливер Крест. Смотрите, вот эти-то парфюмы они произвели для магазинов, а вот эти вот для компании Арифлейм. Смотрите, ребят, что вы увидите в знакомые товары, которые, может быть, вы раньше покупали в магазине. Сколько стоят парфюмы, которые произвели эти парфюмеры? Ребят, да, более чем тысяча, две, три и так далее, да, до десяти и выше тысяч доходит стоимость. Ну вот задумайтесь, если это известнейший парфюмер, будет ли он делать, неважно для какой фирмы, что-то хуже, чем для кого-то другого? Будет ли он выбирать? Для этой фирмы я постараюсь, а для этой сделаю так, тяп-ляп. Конечно, нет, сами же парфюмеры в своих выступлениях говорят, нам все равно, для кого мы производим. Это мы потом будем блистать в описаниях, кто разрабатывал эту продукцию, работал над, как называть, букетом этого аромата. Поэтому, ребят, вы знаете, не стоит относить свои деньги в магазин, да, огромные тысячи. Выберите себе прекрасные парфюмы из тех, которые есть в каталоге Арифлейм. Вот мой любимый, кстати, мой эмиссион, это Хэппи Дизиак. Обожаю эссензе, Джордани Голд Эссензе, это вот прям мои любимчики. И сейчас вам покажу, какие достижения есть у наших ароматов. Известнейший Эксайт от Димы Билана, аромат уже достаточно взросленький, ему, наверное, лет 5. Вы знаете, это самый продаваемый аромат в Арифлейм, и он взял премию Эфи Эвердса, вот буквально в 2015 году. В 2012 взял аромат Повар Вумен, который разрабатывали совместно с Тиной Канделаки. Море Бай Деми в 2013, вот, отлично, как раз в этом году мы были в Швеции. И сама Деми Мур представляла этот аромат. Просто это было что-то необыкновенное. Просто посмотреть на эту шикарную голливудскую звезду. Кстати, есть в Ютубе тоже записи, посмотрите, но это просто было потрясающе. Ну и аромат достойный, он очень взрослый, он очень женственный, стойкий, он просто необыкновенный. Или один тоже из моих любимчиков, это Позас, в 2014 году тоже взял Фи-Фи премию. То есть это, знаете, это как Оскара взять, если говорим про фильмы, Оскара дают, да, здесь Фи-Фи премия, это тоже очень крутая премия. Посмотрите, каждый год наши ароматы завоевывают престижные награды. Поэтому надо об этом рассказывать людям, чтобы они тоже знали. Чем еще отличается компания Арифлейм от других, да, так скажем? Это самые лучшие международные конференции, многие из которых уже внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Да, и достижения тоже есть различные номинации в мире, когда какое-то мероприятие выигрывает по сравнению со всеми другими. Так вот, Арифлейм частенько блистает на подиуме, так скажем. Что происходит на этих мероприятиях? Ребят, ну это, конечно же, в первую очередь, это отдых потрясающий. Так отдохнуть невозможно самостоятельно. Я была пока только на двух конференциях, это Швеция и Египет. В Египет мы ездили с Машей Склеренко, с Аней Мутасой из нашей команды. Вот сейчас мы в Сочи полетим в сентябре, тоже за счет Арифлейм. Вы знаете, вот честно, вот такое чувство, что мы погружаемся в сказку, потому что компания продумывает все до мелочей. Это не просто отдых, это возможность пообщаться с такими же людьми, которые уже пришли к успеху. Вы представляете, столько позитивных, заряженных людей приезжает. Все делятся опытом, общаться, можно задавать любые вопросы, да, просто пообщаться с людьми из президентской команды, запросто. Вот они сидят просто так же в тех же столовых, где мы питаемся, в ресторанах. То есть вообще все супер. Всегда это отели минимум 5 звезд. Меньше компания никогда не снимает отель. То есть это лучшие отели мира, лучшие страны мира, где вы также получите и признание, да, свою порцию аплодисментов, фотосессию. Это, ну, вообще очень круто. Ближайшая конференция, на которую вы должны себе запланировать попасть, это золотая конференция 2017 года. Почему туда нужно ехать? Ребята, ну это просто будет бомба. Эту конференцию золотую приравнивают к бриллиантовой по размаху. То есть ее сейчас уже готовят, они говорят, уровень будет как бриллиантовая конференция. Она будет юбилейная. Компании будет день рождения 50 лет. И она, конечно же, очень здорово раскошелится, чтобы отпраздновать это на высшем уровне. Это мероприятие будет проходить на лайнерах. Ребята, это не просто, да, какой-то там приехали, прилетели на самолете, приехали в гостиницу. Ребята, это будут лайнеры 6 звезд. Сейчас уже арендовано 2 лайнера, забронированы на 2017 год. Но компания сказала, что если людей будет больше, чем 6 тысяч, сколько они запланировали, то будут арендованы еще дополнительные лайнеры. Представляете, кто хочет попасть на такую конференцию? Поставьте в чате пятерочки. И наша продукция разрабатывается на собственных научных комплексах Арифлеем. У компании свои фабрики в разных странах мира. Вы когда будете получать продукцию, на каких-то будет написано, сделано в Польше, сделано в Китае. Да, аксессуары делают в Китае. Сделано даже в России. В России есть фабрика. На фабрике в России мы были в прошлом году. Ребята, это просто такое цивильное производство. Во-первых, фабрика гигантская, огромная фабрика. Вот вы видите картинки. Сейчас покажу слайд, где мы сами фотографировали. Вот, смотрите, она обалденно красивая снаружи. Она такая же сияющая, чистая внутри. Все автоматизировано. То есть там 5 километров идет этот конвейер-сборщик продукции. Там все как на производстве аптечных лекарств. Как аптечное производство. Все очень круто, цивильно. Везде стоят аппараты, которые все делают. Людей работает немного. Работают люди только русские, только обученные, специалисты, ученые. Поэтому, ребята, за это производство мы спокойны. Мы там заваливали вопросами людей. Кстати, если вы хотите попасть на фабрику в Подмосковье, это в городе Ногинск, под Ногинском, то запись идет за год, ребят. То есть вы можете обратиться к руководителю вашего бизнес-центра в вашем регионе, вашего филиала, записаться на следующий год. Потому что там экскурсии расписывают за год, представляете? Туда не так-то просто попасть, на эту фабрику. Но вот нам с Мишей повезло. Мы попали, мы присоединились, по-моему, к иркутской делегации. Правда, мы опоздали, и для нас все равно проводили отдельную экскурсию. Ну, вообще, очень круто. В компании Reclame 11 часов 30 минут. Более полутора тысяч наименований продукции. От кончиков волос до пяточек есть все, ребят. Вот ассортимент роскошный. Во-первых, разная ценовая политика. Есть продукция подешевле, но в основном сэкономлена на упаковке. Например, есть серия Very Me для молодежка, где, ну, просто действительно яркие, такие вот обычные, да, красивые упаковки, которые будут актуальны для студентов, для школьников, да, и для молодых девушек. Есть серия The One. Это профессиональная косметика уже. Она уже более солидно выглядит, да, там дорогие компоненты используются. И есть серия Giordania. Это просто премиум класса серия, там, начиная просто от одного взгляда на эту продукцию, уже слюни текут, да, и когда вы берете в руки, это просто что-то потрясающее. Ты действительно понимаешь, что ты прикоснулся к роскоши, при том, что за очень доступные цены. Немножечко сейчас расскажу про цены, ребят. Вот смотрите, если вы любопытный человек, то вы можете просто залезть в интернете, открыть, например, ввести Арифлейм, например, Швеция, каталог, каталог Арифлейм Швеции, открыть каталог Арифлейм, ну, какой-то страны, например, Дубаев, там, какой-то восточной страны. То есть посмотреть разные каталоги, посмотреть цены. И вы увидите, что цены в других странах, особенно, да, европейские страны, восточные, богатые страны, цены на точно такую же продукцию примерно в 3, в 4 или в 5 раз выше. Просто вот ради любопытства залезть и посмотрите, о чем это говорит, что компания устанавливает цены сама, она смотрит на рынок. И если российский рынок, рынок Украины, Казахстана, то есть люди не зарабатывают достаточного количества денег, чтобы тратить на продукцию, то компания снизила цены, она сделала их доступными. Зачем ей это надо? Ребята, ну, зато огромный рынок. Считается, российский рынок – это самый огромный рынок компании Арифлейм. То есть за счет огромного товарооборота компания компенсирует вот эту разницу в цене. Понимаете? Просто вот из любопытства гляньте, насколько нам с вами в принципе повезло, конечно, с одной стороны, с другой не очень. Но нам повезло, что здесь продукция действительно доступная. Вот, к примеру, один из моих любимых наборов – Экологен. Его стоимость у нас в каталоге 5 тысяч на наши деньги. В Китае точно такой же набор на русские деньги стоит более 17 тысяч рублей. То есть это больше, чем в 3 раза дороже цена. Понимаете? Поставьте плюсики, кто хочет, сейчас займется, да, полюбопытствует и посмотрит, что же там такое в каталогах других. Я вам пока ставлю следующий ролик. Вы сейчас посмотрите, как же производится продукция Арифлейм, как она разрабатывается. И жду от вас обратной связи. Поставьте восклицательные знаки, если ролик пойдет. Компания Арифлейм – это именно то, о чем мечтали ее основатели Йонес и Роберт А. Флокник. Арифлейм – одна из первых компаний, занимающихся созданием косметики на основе натуральных компонентов. Многие ингредиенты для нашей косметики получены в Швеции. Однако мы также используем лучшие натуральные компоненты, привезенные со всех уголков мира. Наши принципы основываются на бережном отношении к окружающей среде, безопасности потребителей и сохранении животного мира. Проводя научно-исследовательскую работу, уже более 30 лет мы используем лучшие от природы и науки для создания инновационной высококачественной косметики. В Научно-исследовательском институте средств по уходу за кожей Наши специалисты занимаются разработкой инновационных средств по уходу за кожей. Мы заинтересованы в поиске новейших активных ингредиентов для создания косметики. Мы ищем растительное сырье по всему миру и получаем из него натуральные экстракты, обладающие новыми, полезными и безопасными для здоровья свойствами. Благодаря новейшим аналитическим методам мы можем определять качество натуральных компонентов, и это дает нам уверенность в том, что мы получили оптимально полезный растительный экстракт. На этапе подтверждения эффективности свойств растительных экстрактов мы проводим биологическое испытание на клетках кожи, культивированных в нашей лаборатории. Отобранные активные компоненты в дальнейшем могут быть использованы для создания опытной формулы нового косметического средства с целью исследования и получения наилучшего эффекта в результате проникновения в кожу. Используя современное техническое оборудование, мы проводим дальнейшие испытания, чтобы увидеть, достигают ли активный компонент клеток и насколько эффективны его предполагаемые полезные свойства. Целью наших исследований является внедрение новых безопасных активных ингредиентов, которые смогут поделиться своими полезными свойствами с нашими потребителями. Инновационные разработки являются основной частью работы научно-исследовательского центра «Арифлэйн». Это инвестирование в наше будущее, наши новые продукты и наши направления в работе. Специалисты различных направлений собираются, чтобы обсудить предполагаемое потребительское восприятие продукта, поделиться информацией и новыми идеями. Это улучшает нашу совместную работу и способствует нестандартному мышлению. Мы вносим инновационные идеи в нашу работу. Стенды в нашей лаборатории доказывают, что новые идеи и креативный подход являются неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Мы создаем высококачественные натуральные продукты для ухода за кожей лица, средства для ухода за телом и волосами, декоративную косметику и перфюмерию. Наш практический опыт обеспечивает оптимальное применение технологий и использование ингредиентов. Безвредность косметики «Арифлэйн» чрезвычайно важна. Вся продукция проходит тестирование под наблюдением квалифицированного медицинского персонала и в соответствии с европейскими техническими условиями косметического производства. Упаковка создается в соответствии с составом продукта и всегда отвечает требованиям экологической безопасности. Состав каждого косметического средства проходит тщательное тестирование. Мы применяем такой подход в соответствии с мировыми промышленными стандартами и нашими этическими принципами. Использование современного оборудования и новейших методов тестирования обеспечивает стабильность продукции и быструю доставку. Наша экспериментальная установка позволяет превращать инновационные идеи, разработанные в лаборатории, в полноценную рентабельную продукцию. Мы создаем продукцию мирового класса и затем в максимально быстрые сроки снабжаем ею все наши рынки. В конечном итоге это значит, что мы можем обеспечить вас, наших потребителей, лучшей продукцией. Используя современный комплекс для проведения клинических тестов на коже, мы проверяем эффективность действий активных ингредиентов, входящих в состав нашей продукции. Мы проводим тестирование продуктов согласно их предназначению, начиная от антивозрастных средств и средств против целлюлита и заканчивая солнцезащитными кремами, тушью, помадой и другими косметическими средствами. Пространство для тестирования продукции достаточно обширное. Сюда входят специальные помещения для оценочной экспертизы, включая полнофункциональный парикмахерский салон, где мы проводим тестирование средств для ухода за волосами. Мы даем оценку и определяем качество нашей продукции с помощью реальных людей, в реальных условиях и получаем реальный результат. Мы представляем результаты нашей исследовательской работы, используя 2D и 3D системы визуализации. Такой анализ гарантирует безопасность и подлинность нашей продукции. Для обеспечения четкого и последовательного предоставления информации о продуктах, в научно-исследовательском центре собраны все специальные данные. Тесное сотрудничество с нашими рынками обеспечивает доставку продукции во все страны мира. Предоставляя специальную информацию о продуктах через все каналы передачи данных, мы доносим до вас результаты работы научно-исследовательского центра. Это позволяет наладить прямую связь с нашими рынками. Челоматой. Жду от вас обратной связи, ребят. Я вижу, что девчонки пишут, молодцы. Что вам особенно понравилось? Что зацепило? Что импонирует? Сейчас нахожу слайды. Сразу чувствуется разница. Вы знаете, я тоже, когда пришла в Reflame, ведь я же не сразу узнала, насколько это хорошая компания. Тоже сначала было недоверие, не было такой симпатии. Мне просто зацепил каталог, интересно. Стала изучать продукцию. Ребят, я когда в это вникла, в эту тему, с тех пор я больше в магазин не ходила. Я если и пробую другую продукцию, то чисто для того, чтобы еще раз убедиться, что наша лучшая, пробую ее у кого-то знакомых. Если бываю в гостях, я говорю, а можно я попробую? Как это работает? И еще раз и еще раз я убеждаю, что наша продукция лучше всех. Даже могу привести пример с солнцезащитными средствами. Мы приехали в Таиланд, по-моему, в прошлом году. Больше года назад мы были в Таиланде. Мы взяли с собой самый высокий SPF-фактор 20. У меня была двадцаточка и масло шестерка. И для лица крем 25. Вы знаете, нам гид сказал, меньше чем 50 на солнце выходить нельзя. Вообще, ребята, вы тут сгорите, облезете, все ошметками с кожи сойдет. Но мы, естественно, испугались, потому что для меня, например, это важно, чтобы не обгорать, не вредить своему здоровью. Мы пошли в их магазин в Таиланде и купили, по-моему, как же она называется, эта фирма. Сейчас вспомню, скажу, купили крем, да, дорогой, пятидесятку взяли, невеемый взяли. Ребят, начали мазаться, мы с Мишкой все покрылись пупырами. Вообще полностью все тело было в пупырах. Мы пользоваться не смогли, выкинули этот крем, стали мазаться своей двадцаткой. Ребят, мы не сгорели. Реально, мы видели людей, которые там мазались разными средствами на пляже. У них просто была ужасная кожа, ну там действительно солнце, практически экватор. Мы не обгорели. Мы, конечно, не злоупотребляли совсем, в обед мы не загорали, но загорали много и были на экскурсиях, то есть все время пользовались этой двадцаткой. Потом на масло шестерку перешли, приехали с потрясающим загаром. Вообще очень круто. Поэтому, да, рекомендуйте наши средства, они работают. Давайте с вами рассмотрим следующий блок. Это обалденная просто отрасль wellness. Вообще, что такое wellness, ребят? Кто знает? Напишите в чате, что такое wellness. Как это переводится? Знаете, не знаете? Да, wellness – это хорошее самочувствие, благосостояние, да, вот такое вот. То есть это человеку хорошо, да, отличное самочувствие. Вот. Это не то, что, да, wellness – это только у нас. Вообще такое слово просто есть. Многие так называют тоже клубы какие-то, есть wellness-клубы. Вот. Почему wellness, ребят? Потому что вот эта отрасль, она незнакомая. Может быть, вы про нее еще ни разу не слышали. Но она очень актуальна. Это как на сегодняшний момент. Вот этот вопрос здоровья, продолжения жизни, увеличения продолжительности жизни, и при этом хорошего самочувствия, они действительно очень актуальны. Потому что мы есть то, что мы едим. Правильно? И очень много сейчас, проблема нависла над людьми, это люди, которые работают над студентами, над школьниками, что они питаются неправильно. Это быстрые перекусы, сухомятка, да, какие-то пирожки, чизбургеры, гамбсбургеры, даже выговорить не могу это слово. Да, то есть люди кушают что попало, в результате что получается. Люди начинают чахнуть, болеть, да, уставать быстро, ранние болезни появляются, и смертность, да, становится более большой и молодой, да. К сожалению, продолжительность жизни становится меньше и меньше у людей. И даже вот то, что мы видим на прилавках, красивые, яркие, сочные плоды, они зачастую, да, ничего не содержат. То есть за этой красивой оболочкой ничего, ноль. Вообще просто ничего. И вот смотрите, когда изучали пищевые привычки населения, то выяснили, что люди не потребляют даже минимума положенных овощей и фруктов. Ребят, напишите в чате, кто каждый день, вот реально каждый день кушает 500 грамм овощей и фруктов. Морковку, картошку, капусту, помидорку, клубничку, яблочко, бананчик, апельсинчик. Да, везде там витамины, везде свои, клетчатка. Детям нужно давать от 400 грамм. Ребят, ваши детки кушают столько? К сожалению, да, это сложно реализовать. Особенно учитывая, например, что получить суточную дозу витамина С нужно съесть 16 килограмм апельсинов. Да, это немножко даже пугает. Потому что, во-первых, это нереально. Во-вторых, если это делать каждый день, то что с вами произойдет? Ребят, смотрите, ответ есть. Ответ есть, и компания Reflame в этом направлении очень здорово развивается. Сейчас вам расскажу вообще историю, откуда Wellness взялся. Есть такой удивительный человек. Он известен не только в мире медицины. Про него очень много есть информации в интернете. Вы можете погуглить. Это Sticksten. Он номинировался на Нобелевскую премию. Это доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиохирургии. И он очень авторитетный человек в области трансплантации органов. У него огромный стаж. Он также разрабатывал, является разработчиком некоторых аппаратов. Например, есть его патент на сохранение легких, чтобы транспортировать их и доставить до человека, которому будут делать операцию. То есть он увеличил срок вот этого сохранения органа в несколько раз. Он создал аппараты для сердечников. Кстати, даже в России есть в одной из клиник в подарок от Sticksten есть несколько таких аппаратов. Ну, перейдем к нашей теме. Sticksten поставил себе цель создать биологически натуральную сбалансированную смесь питания для людей, кто пережил операцию. Потому что он выявил такую тенденцию, что операция прошла хорошо, все супер, но вот этот вот послеоперационный период, реабилитационный его называют, человек не выживает. То есть это просто по одной простой причине, то что ему не хватает нормального здорового питания. Естественно, для таких разработок нужны были деньги. И он обратился к своему другу Роберту Офьёкнику. Это один из братьев, основателей компании «Арифлейм». Он миллиардер и известен своей благотворительной деятельностью. Конечно же, он отозвался и построил научно-исследовательский центр в городе Игилёсов, в Швеции. Вот так выглядит этот центр. Посмотрите, такое все вокруг зеленое, все это экологически чистая зона. В 10 лет Роберт выделял миллионы долларов на исследования. И в 8 лет тут велись разработки. И придумали вот эту специальную смесь, которую вы уже можете приобретать спокойно для себя. Это белковый витаминный коктейль. Он подходит больным людям, а здоровым тоже. Тем более. Этот продукт прошел все сертификаты, какие только можно быть. Есть сертификат GMP получен. И самый был страшный – это Национальная ассоциация диетологов и нутрациологов России. Потому что это оказалось действительно жесткий стандарт. Шли жесткие проверки в нашей Российской Академии Медицинских Наук. Тоже в Ютубе есть масса роликов. Запишите себе посмотреть Ольгу Григориан о Wellness. Просто посмотрите, что там рассказывает ведущий научный сотрудник. После исследования она поехала по России с лекциями, рассказывала об этом продукции людям, чтобы люди знали, что сейчас есть ответ на вопрос, а что же делать, как же выживать, где брать этот белок, где взять хорошие витамины, хорошую омегу-3 и астаксантин. Что хочу рассказать про коктейль. Лично сама его обожаю. Мое утро с чего начинается. Я замачиваю горстку хлопьев овсяных, беру блендер-стакан, в него загружаю три финика, горстку орешков, измельченное кунжутное льняное семя. Кладу туда половинку банана или каких-то ягод. Ну все, что дома есть. Яблочко тоже очень вкусно. Засыпаю туда одну мерную ложечку коктейля. Я очень люблю ванильный, обожаю. Вот сейчас у меня клубничный, да, ем с клубничным. Тоже с удовольствием. Накладу ложечку меда вкусненького и взбиваю все это вместе. Просто с водичкой, ребят. Просто добавляю воду. Не молоко, а просто воду. Ребят, вкусняшка получается обалденная. Вот я сегодня в 8 утра позавтракала. Сейчас у нас уже почти 12. У меня, чувствуете, да, сколько энергии в голосе и сил. Я уже провела планерку в 9 утра часовую. То есть переделала кучу дел, подготовила слайды на презентацию сейчас. У нас энергия, конечно, прет вообще просто очень классно. Вы понимаете, что вот в этом коктейле чистый белок. Чистый белок, который нам необходим для строения, да, клеток нашего организма. Для того, чтобы была кожа, волосы красивые, чтобы органы были здоровые. Ребят, когда начинаешь пить коктейль, нормализуется вес. То есть решаются вопросы со стулом, у кого они есть. Ребят, они просто решаются на раз-два. То есть нормализуются все обменные процессы в организме. Услышали меня? Поставьте плюсики. Кроме того, да, люди становятся здоровее, энергичнее, сильнее. Самочувствие улучшается на глазах. Я могу сказать свои результаты. У меня вот просто потрясающе растут волосы. Они стали здоровые, красивые. У меня улучшилась кожа. То есть мне сейчас стали, ну, как бы уже несколько лет, да, все люди говорят комплименты. Ты что, обратно включила обратный отсчет? Да, действительно, кожа стала лучше, чем она была пять лет назад. Выглядеть я стала моложе. Кто меня лично видел, может это подтвердить. А мои друзья, вот с кем мы общаемся на протяжении многих лет, они вот реально просто в шоке. И это, как говорится, моя визитная карточка. Да, я на себе своим примером показываю, как вести здоровый образ жизни. Что это легко и просто, да, просто в свой рацион можно добавить такие продукты. Нужно обязательно, ребята, такой шейкер, он заказывается отдельно. Потому что вот эта мерная ложечка идет в комплекте к шейкеру. И в нем очень круто взбивать. Либо взбивать в блендере. Если вы просто разведете его в стакане, коктейль, вы его не выпьете. Ну, не вкусно будет, ребят. Будут вот эти крупинки плавать, да, и вы никакого кайфа не ощутите. Когда вы его хорошенько взобьете в блендере, чтобы там или в шейкере до пенки, то это действительно очень вкусно. Если вы хотите поправиться, то пить после еды с молочком желательно. Да, если молоко не пьете с водой или соком, после еды. Если вы хотите похудеть, да, постройнеть, то вам нужно перед едой за полчасика выпить его с водичкой. Ребят, эффект просто обалденный, да. Люди стройнеют, теряют килограммы. Я вам сейчас покажу чуть позже фотографию нашего спонсора. Вы будете, наверное, в восторге. В этой линии Wellness Pack есть это витаминно-минеральный комплекс. Вот такие пакетики. Ребят, в коробочке 21 пакетик. То есть, как идет каталог 21 день. Вот такой пакетик. В нем две капсулы омега-3. Это чистейший рыбий жир, да. Через какое время? Наташа, ну это же все индивидуально. Понимаешь? Это все индивидуально. Это все зависит от твоего организма. Ведь смотри, как работает вообще организм. Почему мы стали поправляться? Люди вообще поправляются. Стали двигаться меньше. Да, есть предрасположенность, например, вот к лишнему весу. Люди сейчас двигаются меньше, чем раньше. То есть, да, даже телевизор, чтобы переключить, вставать не надо. Да, пульт взял и щелкнул. То есть, меньше стало движение. А, да, и человек стал меньше, как бы, да, ну, кушать. А витамины-то нужны. Ну, мы не расходуем столько энергии, как раньше. А витамины нужны организму, чтобы, да, аминокислоты, из которых он будет делать свои кирпичики, вот эти вот, да, вот строить органы, кожу, волосы и так далее. Так вот, человек начинает есть больше, увеличивать порции просто, потому что организм говорит, мне нужны витамины, мне нужны витамины. Дайте мне аминокислоты, из чего я буду делать. Порция увеличивается и все. Если человек садится на диету, то он быстро худеет, да, буквально за две недели он может похудеть, постройнеть, так скажем. Но для организма это стресс. Он говорит, мама, мне и так витаминов не хватает, так ты у меня еще все отнял. И начинает с запасом просить еды. То есть человек начинает есть еще в два раза больше, чем ел до этого. И в результате, да, после диеты, после того, как потерял 10 килограмм, человек еще набирает свои 10 и еще плюсом к ним пару, там, тройку килограммчиков. Поэтому диеты не работают. Как работает wellness, особенно если употреблять совместно с витаминами, результат идет долгосрочный. То есть худеете, стройнеете постепенно, не резко, но результат долгосрочный. То есть организм понимает, что вы ему даете достаточно витаминов, он успокаивается, да, мозг говорит, ну, вроде все нормально, не обманывает, продолжает давать витамины. Порция сокращается. Ребята, вы сами увидите, что если вы раньше накладывали себе один объем еды, то вы будете сейчас его накладывать меньше, меньше, да, потому что белок вы будете получать достаточное количество. Витаминов достаточно. Вот. Что еще в этих витаминках прикольно? Астаксантин, шведский бьюти комплекс. Ребята, это мощнейший антиоксидант. Мощнейший. То есть он в 500 раз сильнее витамина Е. Если вы знаете, что такое витамин Е, то вы знаете, что его добавляют в помады, в кремы, как ультрафильтр, да, антиоксидант. Его рекомендуют пить беременным женщинам особенно. Так вот, ребят, бьюти комплекс от Reflame, астаксантин, он в 500 раз сильнее. Вы представляете, он выводит шлаки, то есть он проникает в клетку и чистит клетки изнутри, то есть он выводит все токсины из организма. Когда вы начнете пить витамины, первое, что вы увидите, ребят, это гладкая кожа. Она станет увлажненная изнутри, она станет чистая, гладкая, более упругая. То есть ваши клетки получат питание нормальное и начнется процесс омоложения изнутри. То есть если вы только пользуетесь дорогими кремами снаружи, да, это хорошо, но если вы еще добавляете вот такое мощное питание организму, то вы увидите, как кожа начнет молодеть. Тут в принципе секрета нет. Просто накормите организм свой нормально и он сам начнет восстанавливаться. Как работают эти витамины? Ребят, ну не быстро, да, например, если у вас болезни суставов есть или болезни сердца, вы же не резко пришли к тому, что у вас заболели суставы. Просто долгие годы вы их нагружали, вы им не давали нормальной еды, да, и суставы стали плохо работать, да, начали болеть. Когда вы пьете витамины, то у вас начинают восстанавливаться функции органов. У нас есть прям отдельный тренинг по этой теме, он очень длинный, но я все равно его планирую провести повторно. Буквально 3-го числа будут выступать Остаповы, Ирина и Иван. Это очень мощные тренеры, они химики, биологи. И они рассказывают об велнесе, такую информацию, ребят, что ну просто бомба. Вы тоже можете туда попасть на этот семинар, стоимость 300 рублей. Также будет проходить по интернету 3-го числа. Если кому-то интересно, напишите, мы заявку будем дублировать. Ну, кому интересно, сделаем это быстрее. Потому что на этом семинаре очень-очень подробно все разжевывается вообще про наш организм, как надо правильно питаться, что делать, если какие-то болезни. Ну, конечно же, да, как я поняла, что врачей не интересует, да, здоровым мы или нет. Если вы здоровы, то вы просто недообследованы, как следует, да, вас надо обследовать и найти болезни. Вот, что еще в этих витаминках? Это мультивитамины и минералы, такая таблеточка. Ребят, есть вопросы по wellness пэку? Напишите, плюсики или минусы. А то что-то вы у меня затихли. Проверка связи. Да, вот есть вся дозировка, то есть полностью из чего состав. Можете тоже посмотреть. Также есть супчики. Спаржевый, томатный, очень вкусненький. 100% натуральный суп, очень вкусный и полезный. Я его сама постоянно кушаю, чередую то один, то другой. Он маложирный, да, и очень питательный, тоже легкий. Ты вот его скушаешь, например, с сухариками черного хлебца или просто с хлебцами. Я частенько в основном хлебцами питаюсь. Да, скушаешь такой супчик, в принципе, это все равно, что ты съел целую тарелку борща там с мясом. Ну, вот, равенство, знак равенства ставлю. Это наш с вами спонсор, ребята. Это человек, который меня пригласил в компанию Reflame. Валентин Туровский, золотой директор. Когда я с ним познакомилась, он был почти 150 килограмм весил. Это вот первая фотография. Вот таким я его увидела, просто квадратным человеком. Да, Свет, помнишь, как он заходил в реку и река выходила из берегов. Да, и Валентин, когда начал пить Wellness, через 9 месяцев у него ушли 45 килограмм. Что он добавил? Он стал ходить на 9 этаж пешком, то есть это 1 или 2 раза в день он домой поднимался без лифта. И все, ребят. 12 часов. Да, сейчас он стройный, красивый, помолодевший, такой энергичный. Да, конечно, лишний вес он не, как говорится, не радует. Да, сейчас он полностью поменял гардероб. И вот видите, вот конкретный результат. 9 месяцев 45 килограмм. Есть другие результаты, вы можете истории Wellness посмотреть в личном кабинете на сайте. Наведите прям мышкой Wellness, и там есть история Wellness. В этой линейке есть у нас витаминки для детей. Про деток забывать нельзя, потому что им особенно нужно в период, вот когда они растут, развиваются, начинают учиться. Им нужна вот эта омега. Вот она идет жиденькая, вкусненькая. Ее можно добавлять в супчик, кстати, если дети не хотят так пить. У нас есть батончики очень вкусненькие, для путешественников особенно полезные. Если кто-то хочет отрастить красивые волосы и ногти, то пропейте курс внутрикомплекса. Это три пачки. Подряд вы прям пропиваете, по две таблеточки в день. Волосы девочки становятся просто обалденные. У кого нет волос, они растут. У кого были когда-то, возвращаются. Можно приобретать все по отдельности. Например, баночку астаксантин. Вот сейчас Миша ломал ногу, я ему взяла отдельно баночку. То есть он пил один пакетик wellness пэка целиком. И одну пилюльку астаксантина. Свет везде растут волосы, да. Конечно, можно оформить подписку wellness. Как это работает? Ребят, обратитесь к спонсору, да, вам скинут ролик, можно будет посмотреть. То есть вы выписываете себе одну пачку, оформляете подписку прям в личном кабинете, в процессе, когда делаете заказ. В следующем месяце вам автоматически добавляется еще одна за деньги. В следующем месяце еще одна за деньги. То есть даже если вы три заказа делаете, она добавится только в первый заказ один раз. И автоматически в четвертом каталоге вам бесплатно, в подарок кладется еще одна пачка. Даром. Представляете, очень выгодно. То же самое с wellness пэком и с детскими витаминками. То есть не на всю продукцию wellness есть подписка, но на эти есть. Есть возможность оформить подписку Life+. Она, конечно, не везде есть, потому что первый заказ нужно отправить на сертифицированный офис, где есть сертификация Life+. Вот мы в подписочку оформили, получили три пачки. В этом каталоге нам, там, получается, две пачки приходят, коктейль и витамины на выбор. Приходит шейкер, приходит ежедневник, который вы ведете, да, чтобы отслеживать свой результат, такой красивый, классный блокнот. И все вот в таком красивом чемодане. Четвертый набор приходит так же в подарок, как и при обычной подписке. Но, если при обычной подписке он баллов не дает, то при подписке Life+, он дает баллы. 100 баллов, ребят, представляете? Это вообще очень прикольно. Поэтому тоже про Life+, есть отдельное видео. Спортсмены рекомендуют Wellness, потому что уже узнали, да, насколько это классный, такой шикарный продукт. Это наш Евгений Плющенко, известнейший фигурист в мире. Каролина Возняцки. Вообще очень много спортсменов сейчас на Wellness перешли. Наша Ирина Слуцкая. И вообще прикольная история Сергея Руднева, родственница, да, посоветовала Wellness, а он спортсмен по гиревому спорту. Он до этого выигрывал, да, чемпионат. Видите, он весь в медалях, вообще очень крутой мужик. И вы знаете, когда он начал пить Wellness, в 44 года он побил свой собственный рекорд. То есть у него настолько поперло, да, все в организме, начался процесс омоложения, усиления всего, вообще энергия. Он отказался от ведущих брендов, вот такие вот, как перечислены здесь. И сейчас пользуются только Wellness и всем рекомендуют. Кстати, сейчас вообще такая тенденция идет. Такие вот девчонки, вот продвинутые, которые ходят фитнесом, занимаются в тренажерку, они подсаживают своих тренеров на этот Wellness. То есть сначала их просто угощают, кормят, дают попробовать, рассказывают всякие байки, дают почитать литературу разную. И потом эти тренеры сами подписываются, начинают двигать этот продукт с мощной силой. Вот представляете, если тренера найти, который, да, проникнется, поймет, насколько это круто, скольких людей он, да, вот как приобщит к этой теме, к Wellness. Так, ребята, у нас тема практически подошла к концу. Вот несколько фактов, да, что Wellness пили, пьют и будут пить. У нас даже бывает, что есть перебои с Wellness, поэтому у нас дома всегда запас Wellness, чтобы было обязательно. Вот. Пробуйте, приобщайтесь, да, к этой команде успешных, здоровых людей. И если есть вопросы, пишите в чате. Если вопросов нет, то я вам сейчас расскажу, какое у вас будет домашнее задание. Вы его получите на электронную почту. Там будут на сайте прикреплены вот эти ролики, которые мы смотрели с канала YouTube. Вы их себе скачайте на телефон или на планшет. И давайте смотреть своим родственникам, близким, родственникам, особенно тем, кто будет говорить, какая разница, с чем пользоваться Арифлейм или в магазине купить. Для меня разницы нет. Покажите им эти ролики, чтобы они знали, какая разница. Таким образом у вас начнут появляться клиенты. Домашнее задание будет посмотреть каталог в электронном виде. Кто заказ еще ни разу не делал, выберите продукты, какие вам понравились, и напишите в отчете, почему вы эти продукты хотите взять себе. Разместите заказ по возможности. Желательно, чтобы вы уже активировали личный кабинет. Любым заказом, ребят. То есть вы не гонитесь там за большими баллами или что-то. Просто сделайте активацию. Это важно. Если вы заказ уже сделали, но не получили, напишите, что себе выбрали, почему. А если заказ уже получали, напишите свои любимые продукты, описания. То есть мы собираем такие истории продуктовые, будем доделать отдельный блог по продуктам. Обязательно напишите о своих любимых продуктах подробненько, почему вы их взяли, чем они вам нравятся, какие у вас результаты. Ну и домашнее задание – продолжать читать книгу «10 уроков на салфетках». Ну и, в общем-то, наверное, все. Ну, посмотрите на сайте. Ребят, спасибо вам всем за внимание. Отличного дня. Всего доброго.